Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Сегодня в выпуске. Как создать учебную фирму? Анапский колледж сферы услуг делится опытом с коллегами. Историк, артист и экскурсовод одновременно об Анапе увлеченно. Сейчас обо всем подробнее. В Анапе стартовал форум профессиональных общеобразовательных учреждений «Бизнес-старт». Более 50 студентов и преподаватели со всего края приехали обменяться мнениями и поделиться опытом друг с другом. Студенты Краснодарского политехнического техникума отделения дизайна на торжественном открытии форума представили свою коллекцию одежды. На разработку и пошив 8 костюмов, начинающим дизайнерам-модельерам понадобилось около 4 месяцев. Все сами у нас как бы, ну к всему, то есть дизайнер по отраслям, то есть это и шитье у нас, и ручные работы, то есть все, что вот по стюму были, бисером обшиты, это все ручная работа, все студенты делали. Учащихся и преподавателей профессиональных общеобразовательных учреждений со всей Кубани приветствовали почетные гости. Участники форума развлекали собравшихся танцевальным флешмобом творческими номерами. Организаторы, это Анапский колледж сферы услуг, он позволил нам в тренинговой работе, в проектной деятельности продемонстрировать все те возможности, которыми обладают именно эти подразделения. Иначе они раньше назывались малые учебные фирмы. В течение трех дней студенты пройдут различные тренинги, подготовят визитки своих учебно-производственных подразделений, обсудят работы учреждений, обменяются опытом. Сегодня я уже познакомился с некоторыми ребятами по своей профессии, они уже поделились некоторыми советами со мной, то есть научили меня чему-то больше, чему я умел. Последним заданием для ребят станет разработка проекта нового предприятия. Этот опыт они используют для создания учебной фирмы у себя в колледже или техникуме. Рынок жилья в Анапе широк. Знать все подводные камни покупатель не может, но выяснить строительную историю того или иного дома несложно. Потратив время на изучение этого вопроса, будущие собственники квартир смогут избежать массы проблем, которые приносят проживание в самострое. В трехэтажном доме по улице Толстого, 46 и переулку Береговому, 22, на земельном участке по ДЖС уже обустраиваются жильцы. Дом возведен незаконно. Судебные разбирательства длились два года. Владелец признал право собственности по суду. Вот только в судебном решении нет ни слова о тех условиях. И первая проблема, с которой столкнутся новоселы – коммуникация. Здесь даже насос для поддержания давления и распределения воды стоит в подъезде. Такая установка явно противоречит нормам и правилам водоснабжения многоквартирного дома. Как и во всех самостроях, газа нет. Ресурсоснабжающие предприятия курорта могут в любой момент отключить коммуникации в незаконно возведенном доме. Проблемы у собственника не только с документами, но и с элементарным благоустройством территории. Специалистами Управления муниципального контроля, администрации муниципального образования города-курорта Анапа выявлено нарушение правил благоустройства, складирования строительных материалов на прилегающей территории. В отношении собственника земельного участка возбуждено административное производство. В самострое 12 квартир. Новоселы живут только в двух, значит оставшиеся 10 продаются. Стоит ли становиться собственником сомнительного жилья? Вряд ли. Не стоит покупать квартиры и в доме по улице Толстого 81 и переулку Комсомольскому 21. В 2012 году в администрации муниципального образования города-курорта Анапа выявлено незаконное строение многоквартирного жилого дома по улице Толстого. В этом же году было подано заявление, исковая в суд, о сносе данного объекта. Решением суда в сносе данного объекта отказано, строительство приостановлено. Собственника объекта обязали привести разрешительную документацию в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. Кто предупрежден, тот вооружен. Не торопитесь покупать жилье, не проверив разрешительную документацию. На официальном сайте администрации курорта опубликован перечень выданных разрешений на строительство. Здесь же, на сайте, список самостроев. Анапские предприниматели могут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. В рамках специальной краевой целевой программы создан фонд микрофинансирования Краснодарского края, призванный оказывать материальную помощь малому и среднему бизнесу в области промышленности и сельского хозяйства. Сейчас, в непростое для экономики страны время, власти Краснодарского края дают мощный толчок кубанским предпринимателям в развитии бизнеса. Принять участие в программе могут все зарегистрированные предприниматели, работающие в сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Региональный фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставляет займы до одного года на весьма выгодных условиях. Основным нашим преимуществом является то, что фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы на льготных условиях, процентные ставки у нас минимальные. Для осуществления деятельности фонду микрофинансирования были предоставлены субсидии в сумме 250 миллионов рублей. Кубанские предприниматели, уже получившие финансовую поддержку фонда, отмечают оперативность сделки и выгодные условия кредитования. Кроме того, предусмотрены семь видов займа, позволяющие подобрать каждому конкретному предпринимателю максимально подходящие для него условия. Чтобы получить займ на льготных условиях, нужно подать необходимый пакет документов на рассмотрение специалистам фонда. Более подробная информация на сайте фонда микрофинансирования Краснодарского края. Экскурсия по знаковым местам Анапы от лучшего в Краснодарском крае гида в сюжете Светланы Вихаревой. Мы находимся возле раскопок древнегреческого города Гаргипе, который находился здесь два с половиной тысячелетия назад. Вызвать эмоции – еще важнее вопрос. Явный признак гида высокого класса, говорит Елена Машунина. Ее профессия сложная, но безумно веселая и интересная. Тут нужны и харизма, и актерское мастерство, и жесткий диск с Википедией в голове. После ее экскурсии, она уверена, путешественник возвращается домой с багажом новых знаний. Ведь Елена – лучший экскурсовод края. В наших библиотеках, в наших архивах выискиваем самую интересную информацию, чтобы порадовать туристов и доставить им большое удовольствие. Оказаться в чужом городе или стране с человеком, знающим удачу – хороший экскурсовод с головой погружает путешественника в историю. Именно он умело расскажет об интересных фактах, вспомнит легенды о зданиях, улицах или городах. В первую очередь, экскурсовод должен любить свою малую родину. Ведь как рассказать красиво об этом городе, если ты в него не влюблен? Елена виртуозно владеет даром импровизации. Как будто все, о чем рассказывает, только что в голову пришло. Ты испытываешь счастье и радость, что ты находишься, как говорится, на сцене. Поэтому зачастую еще очень важно, чтобы экскурсовод имел артистические способности. Работа экскурсовода очень важна в развитии туризма в стране. Интересные и увлекательные экскурсии оставят у гостей положительные впечатления и теплые отзывы. Когда выбирала профессию, выбрала именно профессию экскурсовода. Вы знаете, ни дня об этом не пожалела, потому что каждый год с нашим туристом, нашим русским туристом я открываю Анапу, скорее всего, с новой стороны. В нашем городе экскурсии особенно актуальны. От гида гости узнают о множестве исторических достопримечательностей. И побывав в Анапе раз, им захочется приехать сюда снова и снова. Управление по делам семьи и детей стало инициатором замечательного конкурса для пап «Растим героев». Папы могут научить многому. Чистить картошку на скорость, находить на прищепках конфеты, маршировать с песней, метко бросать в корзину импровизированные снежки или разбираться в воинских званиях. Лучшее звание для любого мужчины – отец. У нас есть папы, которые сами военные, которые им дали награды, что детки их любят, и они берут пример со своих родителей. Геннадий Курганский воевал в горах Афганистана в 80-х, а после войны вырастил троих детей. И сына воспитал старшего, он и в армии у меня отслужил. И дочка у меня старшая тоже учится. Вот сейчас еще младшая появилась дочка. «Воспитывает семья в первую очередь. И чтобы мир на земле был». Курс молодого бойца с удовольствием проходили юные герои вместе с папами. «Мы готовим и душу, и тело, чтобы страну от врагов защитить». Для любого ребенка очень важно, чтобы их мама и папа были настоящими примерами для подражания и в отношении к жизни, и в любви к родине. «Я думаю, что родину любить – это сажать деревья, любить маму, папу и чтить родных». Трудно с Андреем не согласиться. Рядом с такими родителями ребята стремятся проявлять свои самые лучшие качества. А по итогам конкурса «Настоящий мужчиной дня» назвали Геннадия Курганского. И в продолжение темы. Умение настоящих мужчин быть верными мужской дружбе и своему увлечению. Автопробег – тому лучшая порука. Идею предложили ребята из спортивного клуба «Парус». Солидная колонна, около 40 автомобилей и столько же мотоциклов выдвинулись в путь из Анапы. Этот масштабный проект готовили год. Участниками стали и байкеры из мотоклуба, и просто любители. Юные защитники из клуба «Патриот» тоже участвовали в мотопробеге. После возложения венков к вечному огню в Анапе – еще один марш-бросок до Славенска. Автопробег длился более 7 часов. Гости присутствовали из Новороссийска, из Славенска и из Темрюка. Маршрут наш проходил из города Анапы, мы стартовали, до Славенска. И со Славенска через сопку героев мы вернулись в Анапу. В эфире нашей телекомпании готовится к выходу проект «Ожившие письма». Совместная работа археологического музея, телерадиокомпании «Анапа-регион» и театра студии «Пигмалион» приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Подлинные письма анапчан с фронта прочитают юные актеры. И для наших детей, и для нас, жителей города воинской славы, это возможность почувствовать дух того времени, ощутив связь времен через искренние эмоции людей, прошедших через огонь войны и не утративших веры в нашу победу. Первенство Южного федерального округа подзюдо среди юношей и девушек вновь проходит в Анапе. В спортивном комплексе «Рай» полторы сотни юных спортсменов из трех регионов Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей состязались за звание лучших дюдаистов. В начале торжественной церемонии открытия соревнований наградили спортсменов, занявших призовые места на первенце России подзюдо в Казани. Серебряные награды поздравили Фаину Кулиш, Ивана Терещенко, Татьяну Селиткову, Армана Гамбаряна с бронзой. Так как это первенство России, там схватки, скажем, все самые лучшие приезжают. Так что там тяжело было бороться. Ну, первые две схватки, конечно, я быстро прошел, а вот потом уже как бы попал на хороших борцов. Ну, то есть тяжко было бороться с ними. Воспитанница спортивной школы номер 4 Кристина Усова удостоила золотой медали на первенстве России по самбо в Рязани. Осенью она представит край на первенстве мира в Латвии. Всем спортсменам, показавшим высокие результаты на соревнованиях, вручили денежные сертификаты и грамоты. Три схватки я выиграла досрочно чистыми победами, а в финале соперница была хорошая. Я давно ее знаю, мы с ней дружим. Вот, и получилось, что я выиграла ее незначительные два балла. Первенство Южного федерального округа – отборочный турнир для участия спортсменов на первенстве России по дзюдо, которая пройдет в Анапе в конце марта. Юные дзюдоисты соревновали в 16 весовых категориях. Все ребята показали упорную и достойную борьбу. Сборная команда Краснодарского края номер 1 победила команду Краснодарского края номер 2 со счетом 14-4. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Наталья Змызгова в эфире прогноз погоды. Солнышко пригрело и настроение совсем не рабочее. Хочется гулять. К тому же праздничная неделя короткая. Южный ветер манит нас к морю. Подставить лицо солнышку или покормить птиц. Даже в ночное время температура воздуха уже плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Команда профессионалов и суперсовременное оборудование – залог здоровья ваших глаз. И пусть хорошее весеннее настроение вас не покидает. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении Тризе. По телефону 30 310 Крымская 242. Тризе. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова